Как дорожные службы могли працевать без прожкод, столичные дворы и улицы Худка позбавляются от аутохламу. Только в минулом году в Минске выявили около полторы тысячи без господарных машин. И ныне только займают парковочное место, а и псуют внешний выгляд города. Как позбавляются от государственных авторов, скажет Александр Хоровец. Разбитое шкло, спущенные колы, або у вогуля их отсутность. Приблизно так выглядит аутохлам на улице города. Вот этот старенький француз больше за полтора года стоит на приколе. Про эстетику никто и не скажет. Они занимают место и мешают. Конечно, надо, чтобы хозяева занимались своими машинами. Надо убираться, значит, этот хлам. Обязательно, как же. Все стоит и вот так вот мешает. Однако сотни машин по раннейшему займают дефицитные парковочные места. Схема боротьбы со старызной на колесах такая. Спочатку осветляют особу уласника, затем отправляют ему поведомления. На протягу 30 седен отправить авто на другую стоянку, альбу утилизовать. До речи, есть мягчимость сделать это с уделом ЖЭС. В отворотном случае коммунальники сами переместят автохлам на штрафстоянку. Спочатку на три месяцы. Господа, этого железного коня отримал поведомление два месяца тому. Однако, лишь счастье нияк не поплывал на проведение автоупарадок. Сейчас отправляются на штрафстоянку, потом опять мы пишем письмо собственнику о местонахождении Бросовым. Он может в стоянке ее забрать. Естественно, это уже платная услуга. По слуги по перемещению автохламу каштое каля полмиллиона рублев, а сутки на оховность стоянца обыдуться у 60 тысяч. Однако, попереджение недбайных уладальников не полохают и часто заважают отсутность машины на привычном месте только после того, как автохлам эвакуируют. При этом сумма штрафа частей за все перевышает кост самого авто. Если в случае того, что собственник не объявляется, в принципе, такого у нас в нашем районе в практике еще не было. Но в законодательном уровне предусмотрено, что мы имеем право обратиться в суд и признать данное транспортное средство неэксплуатируемым, бесхозным и, соответственно, его сдать на металлолом. Обычно, когда просто транспорт являются какие-то старые «Жигули», то в целом это за три месяца можно набежать в районе 3-4 миллиона белорусских. Сегодня в Рунзенском районе коммунальные службы выявили больше за 40 покинутых машин. Увогу лишь за минулый год тульки у столицы эвакуировали каля полторы тысячи неэксплуатуемых авто. Частка из них отправилась в утиль. Александр Хоровец, Миклай Рузавин, агентство «Телинавин».